Скажите еще про Мариуполь, про... Ну, дальше, дальше, да? Вот пытались зайти со стороны метра, вы говорите. Да, зашли и продвигались дальше. То есть, находясь в Мариуполе, я увидел много, и это было вообще, так скажем, ужасно. Общался с людьми, которые находились вот в подвале. Ну, кто-то говорил, и в одном из домов, помню, женщина спускалась, и на встречу она так посмотрела и спросила, ну что, вам нравится то, что вы с нами делаете? Я так, ну, посмотрел, и ничего не смог ответить просто. Просто встал в ступор. Были, скажем, люди, которые... А где вы эту женщину встретили? Почему вы там оказались, в этом подвале? Нет, в доме, в доме. А, в доме прямо? Да, в многоэтажном доме. А почему вы оказались в доме многоэтажном? Вы искали себе приют где-то, переночевать? Мы закреплялись в домах. А, в жилых домах? Да, да, да. Просто российская пропаганда, она твердит о том, что украинцы прячутся за мирными жителями. Оказывается, что вы вполне нормально закреплялись в жилых домах. Вы говорите, вот, закреплялись, да? То есть вы где-то занимали какие-то квартиры, правильно или как? Да, и просто вели наблюдение с этих квартир, смотрели. То есть, получается, на одной площадке могли быть вы и ваш наблюдательный пункт с какой-то квартирой, и на той же площадке могла жить какая-то женщина, ну, или какой-то человек. Ну, да. Ну, разговор с этой женщиной. Да, да, да. Она спускалась по лестнице, мы, получается, поднимались, и она вот на лестнице вот слева остановилась, посмотрела, и я вот край заметил, и она спросила меня об этом. Что спросила еще раз? Нравится ли вам то, что делаете с нами? Ну, вам нравилось? Нет. Это было ужасно. А что имена она имела в виду? Ну, мне кажется, артиллерийские обстрелы, авиабомбы. Как это? Россия бросала на Мариуполь авиабомбы и производила артиллерийские обстрелы? Ну, да. Да, бросьте. Российское...